Спасибо. Я хотела бы поговорить сегодня о хорошо забытом старом, являющемся новым, которое сегодня называется «Совместным принятием решений». Не сговариваясь, все три докладчика сегодняшней сессии, симпозиума поставили в темы своих выступлений инновационные подходы, которые связаны как ранняя интеграция, как индивидуализированный подход. И вот моя тема «Совместное принятие решений» – это вещи, которые меняют философию оказания медицинской помощи. Очень кратко, коль мы говорим сегодня об истории вопроса, напомню, что первые хосписы – это Британия, 60-е и 70-е годы, первый в мире детский хоспис – это 82-й год, Британия, и Санкт-Петербург, где сегодня проходит конгресс «Белые ночи», это родина еще и детских хосписов, помимо хосписов в Лахте. Мне очень приятно подчеркнуть, что Петербург – это была точка роста палеоактивной помощи, в том числе и детям. Что же мы понимаем сегодня под, казалось бы, таким банальным аспектом, как совместное принятие решений? Я педиатр, я буду говорить о детской практике. Это процесс интерактивный, двусторонний, процесс принятия решений на равных. Вы скажете, о боже, ребенок на равных. Да, законный представитель ребенка, конечно, мама, папа, опекуны, но совместное принятие решений в педиатрии предполагает изучение мнения и ребенка. Врач не диктует, врач информирует, принимает участие в выборе. Врач обеспечивает полноту информирования и понимания, проверяет понимание. И что у нас очень часто упускается, врач понимает также, что является ценностью для семьи. Это так вариабельно, это так индивидуально, что врач, работающий над совместным принятием решений, не может не оглядываться на то, для чего жила семья все эти годы и почему сегодня она выбирает то, а не иное решение. Я проиллюстрирую очень хорошо структурированным клиническим случаем из Оксфордского руководства, вы можете сами с ним познакомиться, где, как по нотам разложено, что же такое совместное принятие решений у законодателей МОД, у тех, кто впервые об этом заговорил, у британцев. Некий мальчик 12-летний со вторым рецидивом ОМЛ после пяти лет агрессивной химиотерапии. Конечно, это исключительно негативный прогноз, и мама не берет шанс трансплантации гемопоэтических столовых клеток, при том, что это очень трудное решение, но она его не берет. И выбор семьи, в данном случае семья из двух человек, мама и ребенок, это симптоматическое палеоативное лечение. Вы скажете, ювенальная юстиция, вы скажете, мама закрывает шанс быть излеченным перед ребенком, а я скажу, совместное принятие решений. Мы можем интегрировать это в нашу практику, можем этого не делать, но вот вам иллюстрация. И мальчик, конечно, документированно включается в программу «Последнее желание» и объем его терапии палеоативный. Ребенку предлагают, что бы он хотел, понимая по умолчанию, что в последние поры своей жизни делать, он говорит, что я бы хотел пообщаться с шеф-поваром, чтобы накормить маму так вот, как бы ей понравилось. Еще его знанимали фотоуроки, уроки игры на гитаре. Вы скажете, это ребенок 12-летний, понимает ли он прогноз? Коллеги, поверьте мне, в 12 лет дети понимают прогноз исключительно глубоко. Дети своей возрастной мудростью иногда опережают взрослых, потому что выбор мальчика – это выбор палеоативного специалиста. Скажем, это качественная жизнь на ее небольшом сроке против некачественной жизни на долгом сроке. И вот этому ребенку в ракурсе палеоативной помощи проводится гемотрансфузионная поддержка с частичным эффектом. Но внутренней жизни этого ребенка все эти дни и недели были уроки кулинарного мастерства. И вот он готовил эту несложную еду, которую его обучал специальный человек, на финансирование которого была заложена в госпитале определенная сумма. И это было его внутренним устремлением к жизни. Вот так он прощался, вот так он из жизни уходил. Вот такую траекторию ухода этот ребенок выбрал для себя. Совместное принятие решений. И когда трансфузии стали ограничены совсем эффективно или неэффективно, однажды он сказал в момент, когда его подключали к трансфузии, «Боже, как я от этого устал, я уже не могу видеть иглы, медперсонал и так далее». И если вы являетесь свидетелем того, как у нас бодрячески иногда говорит медперсонал, «Так, ну, не малодушничай, мы будем побеждать, все будет хорошо, выздоравливай», то здесь тактика была гораздо более чуткая. И медсестра пришла к медперсоналу и сказала, о чем поведал ребенок. Опять были открыты многократные обсуждения с матерью прогнозы и перспектив ребенка, а также очень детально и многократно обсуждалась целесообразность гемотрансфузий. Закончилось это тем, что информированный был принят отказ матери от введения гемокомпонентов, потому что не было от них выразительного эффекта. И ребенок был выписан домой, где он через несколько недель и умер. Умер хорошо обезболенный под патронажем выездной службы и умер вне изоляции и рядом с мамой. Такие истории приходят и в отечественную палеотивную помощь, в очень деликатном объеме, но приходят там, где есть зрелая палеотивная помощь детям в нашей стране. Но в контраст к этому я бы хотела сказать буквально в двух словах позапрошлой неделе совместное введение с пациентом, переданным из федерального центра в региональные условия. Федеральная клиника, которая исповедует совместное принятие решений, очень деликатно сопровождала ребенка с опухоли голодного мозга и его мать. И они пришли к решению, что маме ценно иметь семейную поддержку в последние поры жизни и иметь эмоциональную поддержку ребенку с иноперабельной опухолью головного мозга, ствола головного мозга, вентиляционно-зависимого и нуждающегося в ВВЛ. В интересах эмоциональной, социальной, психологической поддержки этот ребенок с матерью был сложным образом транспортирован на родину, где он встретился с командой, которая не знакома с методологией, стилем и философией совместного принятия решений, и команда начала диктовать. Вы не, вы обязательно, вы должны, никуда вы не уйдете, вы сейчас должны после транспортировки, да, это справедливо, длительное время находиться в клинике, как находиться, что при этом можно, что нельзя. Семья встретила вот этот контрастный подход, патерналистический, тот, который не вполне свойственен современной паллиативной помощи, конечно, семья ответила сопротивлением. У меня нет времени, чтобы иллюстрировать этот случай, но вот такая бесшовная помощь, помощь без шва, удобная для семьи, когда все команды работают в методологии совместного принятия решений, вот это и есть наша задача ближайших дней, насколько я понимаю, ближайших лет. Вот говоря о том, что визуальные образы помогают, я совершенно здесь согласна с Дианой Владимировной, левый вариант, патерналистический выбор, вот или-или, как сказал врач, или как хочет пациент, а справа вот эта пресловутая пациент-ориентированность, о которой сегодня заговорили все, когда врач, родители, ребенок не только смотрят в одном направлении, но и идут вместе. И даже если это разные врачи и разные команды, они это делают в методологии совместного принятия решений. Не устаю говорить о том, что ставшие популярными слова пациент-ориентированный подход означает партнерство, это модель партнерства, когда представители здравоохранения, пациенты и семьи пациентов ищут взаимовыгодное решение, взаимоприемлемое решение. Показывая вам, что сегодня наши эксперты, что сегодня наши ведущие организаторы здравоохранения закладывают в понятие пациент-ориентированности, показываю на этом слайде в очередной раз, что это не только уважение ценностей семьи, но это и, посмотрите ниже, информированность родителей о прогнозе и возможностях терапии. Вы скажете, какая банальщина, я скажу, какая исключительная редкость. И в одной из французских работ очень здорово, на мой взгляд, подытожены 12 мифов о совместном принятии решений, когда говорят о том, что это просто временное поветрие, или говорят, совместное принятие решений, и пациент будет вынужден сам барахтаться в этом выборе, мы лишаем его поддержки, это, конечно, миф. или не все хотят, не все умеют, или невозможно, потому что пациент всегда спрашивает, и мама всегда спрашивает, что делать, вы доктор, вы определите, да, это семьи, привыкшие к патерналистическому обращению с ними, или это дорого, или это берет очень много денег, или это касается только врача и пациента, на самом деле, это касается всей семьи и всех значимых взрослых, отношений, с которыми вошел ребенок. И я очень бы хотела, чтобы мы больше и чаще говорили о цивилизованном партнерстве между врачами и семьями, потому что мы не обойдем этот бастион, он стоит перед нами, и это такой, ну, как бы, краеугольный камень, который нам нужно обиходить, интегрировать, принять, если мы хотим быть частью международной палеотивной помощи. Согласно Салой Алексеевной, что феерически быстрое и интенсивное развитие палеотивной помощи – это метка последних лет. Показываю, не устаю вам показывать, что мы сегодня уже не группка энтузиастов, а всероссийская система 1006 коек в прошлом году палеотивной помощи для детей насчитывалась в стране. 134 отделения палеотивной помощи, 180 бригад выездных, которые ездят на дом к детям. И все это огромное существо палеотивной помощи в нашей стране должно прийти к своей стандартизации процессов общения, информирования и совместного принятия решений. Тогда это будет соответствующее международным понятиям палеотивная помощь. Оказывается, что есть немало международных документов, которые навели порядок в этом процессе и пишут об обязательной пациентно-ориентированной коммуникации, совместном принятии решений, что нужно время для восприятия информации. Это не может быть пятник, саконсилиумом в 16 часов, со словами «в понедельник мы вас выпишем», что на всякое тяжелое новое известие нужно время для отреагирования и нужна поддержка для принятия решений, информационная и, заметьте, эмоциональная. Вот еще один документ американский, где подчеркивается важность культуральных аспектов помощи. Мы многонациональная и многоконфессиональная страна, Российская Федерация. Мы должны с вами понимать, что то, что исключительно хорошо для ребенка из Якутии, может быть совершенно неприемлемо для пациента, родина которого Северный Кавказ. И вот еще одно совершенно недавнее руководство Международной ассоциации хосписной и палеоативной помощи, где говорится афористически точно. Ничего не сказать пациенту, умолчать или сказать ему неправду – это вариант причинения вреда, того самого психологического вреда. И здесь в очередной раз к бессмертным словам Толстого я адресуюсь. Повесть «Смерть Ивана Ильича» очень хорошо известна специалистам по палеоативной помощи, говорящим на английском языке. Приношу эти мудрые слова для наших соотечественников, потому что мы не должны бодрячески поддерживать пациентов, приближающихся к концу жизни, информации о том, что все будет хорошо. Мы должны, конечно же, даже в отношении детей открывать реальность. Вот в этой мудрой книге, которая распространяется фондом «Вера» и доступна для скачивания на сайте фонда, вы можете прочесть огромное количество советов по тому, как принимаются совместные решения. В России тоже сделаны первые шаги в этом направлении. Мне очень радостно говорит, что именно детские гематологи, работающие в том числе и с онкогематологическими заболеваниями, еще шесть лет назад сделали в клинических рекомендациях по детской гематологии раздел по улучшению лечебного альянса и по развитию этого альянса в рамках палеоативной помощи. Сегодня мы с вами являемся свидетелями того, как установлена помощь по профилю детской онкологии и гематологии два в одном. И, конечно же, это революционно, что представители, оказывающие медицинскую помощь по данному профилю, они должны владеть и минимумом компетенции по палеоативной помощи и методологии совместного принятия решений. Из нормативной базы есть перевод хартии прав умирающего ребенка. Это развитие конвенции о правах ребенка. Что там, помимо очень многих мудрых слов, есть право ребенка быть услышанным и правильно информированным о болезни без лжи и без замалчивания, без агрессии. Вот в этой мизансцене, на мой взгляд, все же чаще всего звучат вопросы о соматическом здоровье ребенка, но не слова о прогнозе. И, обращаясь к тексту хартии, подчеркиваю, что у ребенка есть право иметь свои убеждения, свои стремления, свои просьбы, свои желания. Показываю вам, как обогащение нашей методической базы, методические рекомендации, выпущенные Федеральным центром палеотивной помощи под редакцией Дианы Владимировны Невзоровой, о том, что одним из показателей эффективности палеотива и взрослым, и детям является участие психотерапевта или клинического психолога. Это уже неблагое пожелание. Сегодня это раздел, иллюстрирующий эффективность палеотивной помощи. Насколько компетентны медработники, которые совместно с пациентами принимают решения по выбору оптимальной тактики? Здесь мне хочется предостеречь вас рассказать о выводах вот такой интересной работы с участием врачей из стран СНГ и бывшего СССР. 400 с лишним врачей были опрошены. Это специальность онкологи-гематологи. Из них большая часть никогда не обучалась палеотиву, 300, а 80 какие-то программы обучения прошли. И вот здесь, вы видите, цвет показывает степень совпадения представлений врачей с рекомендациями ВОЗ. Чем краснее цвет, тем менее совпадающим является ответ врача на вопросы, которые проверяют понимание рекомендаций ВОЗ. Вы видите, что наилучшим уровнем совпадения обладали Армения, Беларусь, Украина, Россия где-то в середине этого списка и наименьшие уровни совпадения с ВОЗовскими рекомендациями имел Казахстан и Азербайджан. А вот давайте развернем и посмотрим, кто же эти советчики, которые совместно с семьей выбирают наилучшие решения. Смотрите, какие провокационные вопросы. Раннее подключение специалиста по ПМП усиливает нагрузку и беспокойство родителей. Конечно, это провокация. Но правильно ответили. Только 23% респондентов. Паллиативная помощь это только в конце жизни. 40% правильных ответов. И вот иллюстрация к тому, насколько понимают эту самую раннюю интеграцию, раннее привлечение сотрудников палеотива отрицательно сказывается на отношениях онколога, пациента и семьи. 70% ответили правильно, что это ложь. Но 30%-то ответили. Не надо приглашать палеотивщика на ранних стадиях. Это ухудшит ситуацию. А вот еще, смотрите, какой постулат наверху читаете. Палеотивную помощь детям с онкозаболеванием могут оказывать медработники всех специальностей, не только палеотивщики. И посмотрите, стрелками показываю. С этой идеей были несогласны в правом столбике около 35% респондентов, в которых никто не обучал палеотивной помощи. То есть заблуждение на заблуждении. И как же принимать совместные решения, когда специалист вот таков. Дальше идем. Введение апиоидов пациентам, страдающим от боли, ускоряет смерть от угнетения дыхания. Конечно, провокационный вопрос. Как на него ответили респонденты? Посмотрите, стрелками показываю. Нейтрально, то есть ни да, ни нет. До 9% необученных врачей считают, что лучше бы обойтись без апиоидов, даже если болевой синдром того требует. Вот это советчики. Значит, мы с вами должны трудиться, засучив рукава, образовывая этих людей, донося до них наши истины. Иначе советы для пациентов они будут давать вот ровно такие, как в опросе они участвуют. Несколько слов постараюсь не задерживать и остаться в регламенте по этнокультуральным особенностям. Мы многонациональная страна с очень разными взглядами на оптимальные внутрисемейные и социальные решения. Я показываю вам европейские рекомендации, достаточно давние, 2009 года, которые говорят, что культуральные влияния на значение болезни, на перспективы дожития, на способ жизни в последние поры жизни, он очень разнится. И что стиль коммуникации, ощущение времени, значение семьи и референтной группы в принятии решений, они все очень разные. Зачем нам всё это нужно? Зачем сегодня, в воскресенье утром, на онкоконгрессе мы об этом говорим? Да потому что это комплайнс. Что бы мы с вами не советовали пациенту, если мы не пропадаем в систему его жизненных ценностей, нам не приходится надеяться на достаточный комплайнс. Было бы больше времени, могла бы вам откомментировать, как люди не западного стиля коммуникативного предпочитают получать информацию, перерабатывать её. Но те советы, которые мы читаем в англоязычной литературе, они всё же относятся к западному стилю, когда откровенность — это благо, но не всегда откровенность и отсутствие лжи — это благо в незападном стиле коммуникации. Итак, учёт этнокультуральных особенностей необходим нам для того, чтобы мы могли обеспечивать достаточный комплайнс, тем более его трудно обеспечивать, чем ближе к концу жизни находятся пациент и медработники. Вот это издание, товарищи, для медсестёр за рубежом по кросс-культурной компетентности. Вот, например, шведская книга «Пернил и Стальфельд», переведённая на русский язык, книга о смерти. Мои коллеги делятся на два лагеря. Одни говорят, какая классная книга для ребёнка, который не очень чётко представляет себе смерть. Другие мои коллеги говорят, какая ужасная книга, нельзя так грубо открывать всю истину про то, что происходит с телом после смерти, нельзя ребёнку открывать всё это в его физиологическое как бы стезе, нельзя брать ребёнка на похороны. Вообще ребёнка от смерти надо оберегать, говорят мои иные коллеги, и я вижу здесь распадение на два лагеря в зависимости не только от личных, но и этнокультуральных особенностей в западной культуре. Прямая открытая коммуникация — это знак доверия и благо. Это не всегда так вне западной коммуникации. И ближе к концу мне хотелось ещё один барьер обозначить. Люди, которые принимают совместные решения с пациентом, очень часто страдают от эмоционального выгорания. Цитирую вам петербургскую работу, где проводилось опрашивание педиатров, приехавших на повышение квалификации. Это работа десятилетней давности, но не думаю, что что-либо изменилось. Вот наши советчики, которые принимают решения совместно с семьёй. Посмотрите, какой высоченный они осознают уровень переутомления. Это ещё далеко до ковидные времена. Это означает, что адресуя пациента на совместное принятие решения с педиатром, мы вот к такого рода людям их адресуем. Возможно, лучше взять эту работу в руки палеотерапии, активного специалиста, хотя выгорание палеотерапии – это тоже совершенно объективный процесс. Итак, что нам сегодня необходимо завершать? Нам нужна общероссийская стандартизация того, как мы коммуницируем с больными, при том, что это должны быть принципы, это не может быть тонкая конва, но упомянуть о совместном принятии решений и о важности информирования мы обязаны, делая это так, как это сделано в международных документах. Нам нужно учить медперсонал, средний, врачебный, для того, чтобы советы при совместном принятии решения были квалифицированными. Нам надо описывать, изучать этнокультуральные особенности нашей огромной страны, влияющей на выбор решений в конце жизни. И нам, конечно же, об этом уже даже не стоит дополнительно говорить, нужно профилактировать и корректировать наше собственное эмоциональное выгорание. Качество жизни пациента во многом определяется тем, может ли он себе позволить открыто посоветоваться со своим врачом или врачами. Благодарю за внимание. Продолжение следует...